Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так началась история Королевской обсерватории в Гринвиче. Продолжение следует... Но почему вдруг короля стали интересовать таблицы движений небесных светил? В XVI веке значительно возросло количество морских путешествий. Все великие морские державы того времени, Испания, Португалия, Голландия, а затем Франция и Англия строили все больше кораблей, и корабли эти становились все лучше. Теперь они уже могли путешествовать за тысячи миль от дома, и иногда возвращались с трюмами до самой палубы, набитыми сокровищами, разжигая все больше интереса к заморским странам у любителей приключений всего Старого Света. Но у капитанов того времени была одна небольшая проблема. Как определить положение корабля в океане? Если с измерением широты они еще кое-как справлялись, определяя высоту над горизонтом Солнца в полдень и полярной звезды ночью, то для измерения долготы второй координаты надежного способа просто не существовало. И это приводило к фатальным последствиям. Так, скажем, карты береговых линий, на которых отмечали бухты, заливы, глубины, течения, рифы, другие опасности, были более-менее точными по широте, но содержали ошибки по долготе иногда в 10 и более раз. История умалчивает, сколько моряков безвестно кануло в лету только из-за отсутствия точных карт, которые и не могли быть точными из-за отсутствия надежного метода определения долготы. Монархи многих европейских стран всерьез озаботились проблемой безопасности навигации своих кораблей. Первым отреагировал король Франции, учредив в 1667 году Парижскую обсерваторию. Примерно в это же время на Туманный Альбион приехал некто Лесьюр де Сен-Пьер, который через фаворитку Карла II француженку Луизу де Керуаль, герцогиню Портсмута, предложил свои услуги в составлении таблиц движения Луны с тем, чтобы иметь возможность предсказывать ее положение относительно звезд и определять долготу. По всей видимости, Лесьюр де Сен-Пьер рассчитывал заинтересовать короля, получить финансирование и возглавить этот проект сам. Но Карл II решил по-другому. Он собрал Королевскую комиссию для исследования этого дела. В нее вошли члены Королевского сообщества Лондона, и некоторые из них уже находились в тот момент в активном поиске поддержки для создания обсерваторий сообщества. Двое из них — сэр Кристофер Рен, главный королевский исследователь и бывший профессор астрономии Оксфорда, и Роберт Гук, куратор Королевского сообщества и профессор геометрии в колледже Грэшем. Некий француз, который называл себя Лесьюр де Сен-Пьер, у которого был небольшой навык по астрономии, предложил, ни много ни мало, открытие долготы. Из его рассуждений было просто установить, что Лесьюр не имеет понятия о том, что даже лучшие таблицы движения Луны отличаются от реальности, и поэтому его требований недостаточно для определения долготы для мест, где такие наблюдения Луны могли бы быть проделаны. Даже если бы у нас и были астрономические таблицы неподвижных звезд и правильных положений Луны для двух мест с известными широтой и долготой с точностью меньше полминуты, мы могли бы надеяться определить долготу мест, наблюдая Луну, но совсем не так, как он говорил. Вместе с сэром Джонасом Муром, математиком и главным исследователем Арсенала, они составили отчет о том, что в теории метод Сан-Пьеро действительно мог бы сработать, но в реальности для этого совершенно необходимо создание обсерватории и назначение королевского астронома, чтобы накапливать необходимые данные. И вот Карл II решил строить обсерваторию для блага своего государства. Главным архитектором обсерватории был назначен сэр Кристофер Рен, а сэр Джонас Мур руководителем ее строительства и оснащения приборами. Больше я ничего не слышал об этом французе, но мне сказали, что мои письма показали королю Карлу, и он, пораженный утверждением, что даже места неподвижных звезд могут быть неправильными в каталогах, сказал сгоряча, Ему следовало переделать все эти наблюдения, прежде чем отдавать морякам. Он должен был это сделать. А потом его спросили, а кто может, кто должен это сделать? И он ответил, человек, который сообщил вам об этом. Ну вот так меня и назначили на эту должность, благодаря указанной выше некомпетентности, но в то же время с уверениями, что все дальнейшие меры будут предприняты. Для обсерватории рассматривались различные участки, но довольно быстро было принято предложение Рена использовать развалины Гринвичского замка. В число достоинств этого места входил старый надежный фундамент и его положение на возвышенности над Королевским парком, далеко от Лондонского смога, но в то же время до Лондона было легко добраться по Темзе или по дороге. По всей видимости, Рен посматривал за общим строительством, но конкретную разработку здания и другую работу он отдал своему ассистенту Роберту Гуку, который также изготовил некоторые приборы для обсерватории. На весь проект было выделено всего 500 фунтов. Деньги, которые были выручены при продаже испорченного пороха на переработку. Кроме этого, удалось сэкономить на вторичных стройматериалах. Итоговая ведомость содержала затраты в 520 и 45 сотых фунтов, достижение которому могли бы позавидовать современные строительные проекты. Пока шло строительство, Флемстед, как новоназначенный королевский астроном, мог использовать для своих наблюдений северо-восточную башню Тауэра, которую потом назвали его именем. Существует легенда, что знаменитые вороны Тауэра регулярно не по-джентльменски обходились с объективами телескопов юного Джона, что подстегивало его желание как можно скорее уехать в Гринвич. Первый камень в основании обсерватории был заложен 10 августа 1675 года, а 10 июля 1676 года Флемстед уже принял на себя командование флагманом всей астрономии Британии. Осенью того же года началась рутинная работа с новыми часами и приборами, что отметило собой старт новой эры для Гринвича, астрономии, измерений времени и навигации. Гринвич Субтитры создавал DimaTorzok